книга открытым оком тема священство том 9 вопрос 2251 когда ваши архиереи начали понимать что по прежнему жить не считаясь с мнением священников и паства нельзя что дало полезного начала раскола русской православной церкви за границей отвечает игнатий тихонович лапкин обычно переписывать слова апостольского съезда обычно привыкли переписывать слова апостольского съезда но поступать по нему все было не досуг деяние 1528 ибо угодно святому духу и нам не возлагать на вас никакого времени более кроме всего необходимого но грозные приметы разделения подвигнули начали дышать чуточку в такт писания да не хватило духу опять начали давить на запрещение и окончательно утеряли едва забрешивший рассвет свободы в церкви кавычки открываются обращение архиерейского совещания российских при освященных состоялась 28 29 июня 2001 года желаем напомнить о том что всякое решение может быть утверждено в церкви только соборным его приятием но никак не может быть навязано никакой группой разномыслящих церковь с церковью лиц мы единодушно считаем что в сегодняшнем положении только внеочередной архиерейский собор может облегчить бремя проблем на созыв которого мы и отдаем ныне наши голоса также считаем полезным сознавать как можно простите созвать как можно скорее пастырское совещание всех российских приходов для обретения и утверждения желанного единомыслия среди наших пастырей и их пост нашим же клирикам которые прекратили поминовением на богослужениях епископат и 1 иерарха рпцз приводив слова обращения к совещанию отсутствовавшего на нем по болезни архиепископа одесского тамбовского лазаря двоеточки кавычи открываются паке и паке остерегайтесь от подталкивания своей паствы сомнительные трущобы раскольничьих юрисдикций грех раскола с чьей бы стороны он не возникал не отмоется перед богом даже мученической кровью надеюсь что ваше пастырское сознание не позволит вам без сыновнего разговора с вашим епископом и личное выяснение его взглядов на пререкаемые вопросы дерзно сна и самонадеянно выносить суд о неправомыслии и без благодатности кого-либо идите только срединным царским путем от него ни направо ни налево пропасть от падения от церкви бездонна сохранитесь от нее вениамин епископ черноморский и кубанский ефтихий епископ ишимский и сибирский агафангел епископ симферопольский и крымский михаил епископ торонский представитель архиерейского синода о небос о несвобода тоже дар свободы при выборе как пачевицы чуждой там часто из подваль не сразу и не сходу крадутся до петли предатели иуды на каждом повороте к несвободе с десяток семафоров тормозят живи не для греха не им в угоду бесповоротной пропастью грозят что будет дальше какова расплата непереносимым рабством и пленением там превратившихся в ворову ждут пилаты где перебьют дубиной у голени гулаговский мороз в доспехах канонады маячит чертыхаясь ждет там выжмут сок то туркменского граната к душе примочки атеизма лед не хочешь но прострешь родные длани и пояс но не твой под акафисты желанием нежеланным где я от страданий наполняет чашу рабы греха апологеты лжи свободу обещали мир и братство от нетерпения революция дорожит слит по вкусу каждому лекарство но совершилось маски агитпункт отброшены разверлись хлябе мрака к антихристов свободу приведут к маханию кулаками после драки через раскаяния в постигшей несвободе не все но многие познали иегову христово рабство избери сегодня при мудрости божественной оковы перешагни к тому что нас роднит с конечной целью при невестной встрече ты не болото а живой родник который слышащих от несвободы лечит 23 июня 2004 год игнатий лапкин